Итак, мой доклад носит название «Понятие блаженства в индуистском тантризме. Основу тантрической маккореологии». Почему был необходим этот неологизм, за который прошу прощения у коллег, и это потом поясню. Некоторое время назад на одних из Огарских чтениях я делал доклад, который был посвящен сопоставлению понятий бхукти-мукти, формулы бхукти-мукти в индуистском тантризме. Теперешний доклад в чем-то продолжает эти идеи, поскольку понятие бхукти, радость, удовольствие, наслаждение в значительной степени пересекается с понятием аннанда, который я намерен рассмотреть. Это одно из самых важных, ключевых понятий вообще в истории индуистского тантризма, и не только индуистского. Вообще пристальное внимание к практической теме блаженства в тантрических школах было бы условно, конечно же, прежде всего, историко-религиозными причинами. С весьма древних времен и вплоть до появления тантры в Индии был известен культ грозных женских божеств, которые властно требовали от своих поклонников различных подношей. Среди прочего, в ходе ритуального действия, последователь тантры, имитируя Шиву, вступал в сексуальную связь с женщиной, которая имитировала шакти, и достигала сексуального экстаза, который воспринимался как жертвоприношения. Иными словами, сексуальное блаженство конкретных людей, подражавших божествам, было культовым подношением богини, которая, получая его в такой форме, также испытывала блаженство, как и, собственно, блаженство от других видов подношений. В дальнейшем, по мере развития тантризма, стало считаться, что блаженство входит составной частью в природу самого божества, которое понималось как абсолютное начало. Поэтому объединение с абсолютом, собственно, означало приобщение к его блаженной природе и переживание аналогичных качеств. Если воспользоваться греческим техническим языком, то учение о блаженстве можно было бы назвать макариологией. От древнегреческого слова макария, блаженство, счастье, ну, тантрический аналог Анандавада. Конечно, какого-то отдельного, обособленного учения о блаженстве в индуистском тантризме не существует. Тем не менее, тантрические произведения постоянно упоминают в разных контекстах Ананду, равно как и ее синонимы Пхукти, Пхога, Уласа, Сукха и так далее, что показывает, в принципе, значимость данного понятия в тантрических системах. Слово Ананда неоднократно входит в состав различных тантрических текстов, которые вы здесь видите. С другой стороны, привлечение понятия Ананды тантрическими авторами, несомненно, опирается на весьма почтенную, с исторической точки зрения, общеиндийскую санскритскую традицию. Поэтому тантрическая макариология, не будучи давностью, может быть выведена как некая реконструкция на основании дошедших до нас первоисточников. Собственно, через призму этого ключевого понятия можно описывать тантрические учения как таковы. Небольшой экскурс в историю понятия. Уже в Ригведе впервые встречается, правда, всего дважды, и в одном гимне, который был посвящен Богу Суме, слово Ананда, которое, что весьма примечательно, употреблено в сочетании со священным галлюциногенным напитком. То есть в Мандале 9.113 выведен некий Брахман, который выжимает Суму и испытывает блаженство. То ли от самого обряда выжимания, то ли от последующего выпивания Сум. Примечательно это потому, что в дальнейшем тантрическая практика постоянно оперирует предметами и процедурами, которые вызывают переживание блаженства. Несколько раз Ананда встречается дальше в Шатападха Брахмани. В частности, в 10 книге, в 5 главе, упоминается, что во время сна Индра и его жена Индра спускаются в сердце спящего и предаются там Саити. Оргазм в результате этого Саити является блаженством Ананды, совпадая как бы с потерей сознания у спящего. Сравнительно часто об Ананде говорится в древнейших шести Упанишадах, начиная с Брихадараника Упанишада, где описывают, причем до порядка 80 раз это встречается, в основном все эти упоминания связаны с так называемой лестницей блаженства, которая выведена в Тейтирия Упанишаде и Прихадараника Упанишаде. То есть там, напомню, выведено 10 разрядов различных существ, от простых людей вплоть до Брахмана, причем на каждой последующей ступеньке следующий разряд существ увеличивает это блаженство в 10 раз, поэтому, соответственно, количество блаженства у Брахмана это 10 в 10 степени. То есть термин Ананды часто встречается в различных религиозно-философских произведениях, ведизма, брахманизма, индуизма, неортодоксальных системах. В некоторых текстах, как это ни странно, он не встречается, как вот, например, он отсутствует в Хагавадгиде. Правда, там используются другие похожие слова, вроде сукха. Таким образом, этот весьма краткий экскурс в историю понятия показывает, что тантра, имея свои собственные архаические корни, заимствует его из общей индийской традиции, но наделяет Ананду, как это у нее часто водится, своими собственными чертами. Вот здесь вот видите краткую такую схему тантрической макариологии, которая я представляю в виде четырех отдельных разделов антология, сатериология, пистемология и проксиология. Антология, в свою очередь, делится на метафизику и физику, которая, опять-таки, в свою очередь, может быть представлена через призму модального или иерархического подхода. Мария, вот можно сюда сесть, например, вот. Вот, ну, собственно, эти два подхода, они будут и в других разделах представлены. Подвините, пожалуйста. Собственно, он встречается везде. Понятие Аннады, пожалуй, проявляется на всех уровнях тантрического мировоззрения. С антологической точки зрения Аннада интегрирована, еще раз вот этот предыдущий слайд, ту запредельную реальность, к которой стремятся приверженцы тантре и которую они выражают в теологических или метафизических терминах. Вот этот абсолютологический, скажем так, контекст Аннады разворачивается трояким образом. Это тройственное разделение, конечно, носит довольно условный характер, поскольку все эти компоненты друг с другом значительно пересекаются. Ну, в частности, Аннады как часть Брахмана, разновидность модального подхода. То есть это часть абсолютного первопринципа, составляя либо один из нескольких или многих его аспектов, или даже основную характеристику природу, своего рода такую глубинную сердцевину, квинтэссенцию. Этот первопринцип в тантрических текстах может быть обозначен по-разному. Это может быть безличный парабрахман, или Шива, Шакси и так далее. Я приведу несколько примеров. В частности, в одном из старейших текстов школы Панчаратры, Джаякья Санхита, возможно, что он создан где-то около 450 года, говорится, что Бог, парабрахман, имеет признак блаженства. Аннадалакшанам Брахма. Что он находится везде и всюду, он вечен, нельзя сказать, что его нет, или он есть, его ни с чем нельзя сравнить, он свободен от любой нечистоты. В этом случае, как и во многих других, понятие Аннады просто перечисляется в списке других различных характеристик Бога. В тантрической литературе, в принципе, довольно распространен прием, когда божественные собеседники обращаются друг к другу с разными речами, перечисляя разные достоинства адресата, нанизывая как бы на цепочку всевозможные эпитеты. Среди этих эпитетов часто встречается и Аннады. Например, в Аннадо-тантре богиня в своей речи перечисляет эпитеты Шивы, включая такой, как податель блаженства, мир. А Шива в ответном слое также упоминает наделение блаженства, Аннадо-рупи, как основную характеристику божества. Аналогичный случай мы встречаем в Маха-Нирвана-тантре, где Шива восхваляется, как вечный и всеведущий повелитель всего движущего и неподвижного, милосердный всеобщий благодетель, исполненный вечного блаженства, Садананда и так далее. Или, допустим, текст Пхенавагубты Парамартхасара, где он восклицает, кто знает его как всепроникающего, как сущность всего, далекого от множественности, как высшее блаженство, тот им становится. То есть Парамананда, высшее блаженство. Характерный для Веданты эпитет Абсолюта, как Сад-Читананда, также заимствуется тантрой, в частности, куларного тантра, называет Шиву Бхагаваном, высшим брахманом, хранилищем нектара сострадания, который откликается на преданную любовь, ну и, среди прочего, упоминает понятие бытия, сознания, блаженства. Иногда тема блаженства в случае высшего начала может конкретизироваться. Еще более дробным образом, например, все та же Аннада Тантра указывает, что бог Махешвара имеет форму лингама, которую, в свою очередь, называют блаженством. Поэтому называют Аннадой этого Махешвара, имеющего форму лингам. Кроме того, он представляет собой еще и святилище блаженства и храм блаженства. Очень часто в качестве высшего божества выступает также абсолютная богиня. На нее, соответственно, переходят все традиционные эпитеты, связанные с блаженством. Например, Камахья Тантра описывает ее как имеющую форму бытия, сознания, блаженства, как наделенную вечным блаженством. Похожим образом отзывается о ней же, правда, упоминает вместо Аннанды другой термин, синоним синоним Сукха говорит, что она имеет форму исконного блаженства. Так что подобных примеров в принципе достаточно для того, чтобы показать, что блаженство и составляет очень важную часть высшего начала. Во-вторых, Аннанда представляет собой тесный союз вплоть до неразличения двух божественных так сказать гендерных начал, которые образуют абсолют. Шиво-Шакти, Кришна-Радха, Вишну-Лакшми и так далее. Абсолют часто трактуется как Аннанда, которая проистекает из союза двух полярных принципов. В этом смысле Аннанда фактически сливается с другими важными понятиями тантрического мировоззрения. Самарасия, например, Одновкусие, Ямала-Союз, Югала-Пара, Майтхуна-Соединение, Адвая, Адвайта и так далее. Кроме того, по-видимому, именно этот аспект метафизической макариологии является главным мировоззренческим обоснованием парной работы практикующих, который имитирует поведение божественных супругов. В-третьих, Аннанда есть некий динамичный аспект Абсолюта его божественная Шакти, или Аннанда-Шакти, представление которой, в частности, отражено в кашмирском шивоизме. Аннанда-Шакти, например, одна из пяти основных Шакти Кашмирской пратьи Пхиджни, которая характеризует полноту Пурна-Абсолюта в его собственной сущности Сварупа. В другой субтрадиции кашмирского шивоизма Школес Панда говорится об одноименной космической силе вибрации, которая тоже есть Аннанда-Шакти Абсолюта, или, как вот красиво поэтично выражается Балджинат-Пандит, ритмичное блаженное духовное волнение океана Нектара, которое вызывает приливы и отливы бесконечно разнообразного феноменального существования. То есть это высшая радость, наслаждение Бога. Все три выделенных значения можно встретить в антологии кришнаитского движения Сахаджия. Здесь высшее существо представлено в трех ипостасях Ниргуна-Брахман, Парама-Атман и Бхагаван-Кришна, это, собственно, самая важная его часть, антропомофный Бог с качествами. В свою очередь у этого антропомофного Бога есть три вида энергии. Сварупа-Шакти, сила, которая присуща ему по своей природе, Джива-Шакти, энергия души, благодаря которой производятся все живые существа, и, наконец, Майя-Шакти, материальная энергия, через которую проявляется материальный мир. В свою очередь Сварупа-Шакти имеет три свойства, которые ассоциируются с тремя фундаментальными божественными качествами, описываемые в виданте, вот та же, сад-Читанам. То есть, эти свойства сут санхини, сила существования, сам вид, сила сознания, и хладини, самое важное, сила блаженства. То есть, хладини-Шакти, это самая важная часть Сварупы, и, как следствие, наиболее глубинная часть самого Бога. Земным воплощением хладини выступает красавица-пастушка Радха, возлюбленная Кришней. Они суть одной целая. Однако, в целях самореализации своей природы Кришна внешне отделяется от Радхи. Сахаджия полагает, что в Боге есть два аспекта наслаждающиеся и наслаждаемые. И для того, чтобы осознать их, Богу приходится разделяться на две части, одна из которых услаждает другую в вечных любовных играх. Наслаждаясь Радхой, Кришна в полной мере осуществляет потенциал наслаждения, присущий ему по его природе. При этом, исторические персонажи Радхой, Кришна, которые воплощены в виде пастушки и пастуха в регионе Вриндаваны, это лишь временная манифестация какого-то вечного типа, конденсация сверхъестественного в естественной форме с тем, чтобы помочь человеку понять вечные в терминах приходящего. То, что я излагал до этого, это, скажем так, модальный подход к этой теме. Теперь познакомимся с тем, как это выглядит в случае с иерархией. Тантры, как, собственно, это характерно для индийской традиции в целом, часто оперируют разными иерархиями классификационными. Вот, например, согласно комментарию Бхаскары к Шива Сутрам, есть Шива Сутра в Арктике, есть три вида блаженства, так называемое неблаженство, нирананда, которое ассоциируется с Шивой, высшее блаженство, связанное с Шакти, и великое блаженство, которое представляет индивидуальный атмос. Из этой триады наиболее загадочным выглядит, наверное, первый вид блаженства, который обозначен как неблаженство. Оно стоит на первом месте, что говорит о его значимости. По всей видимости, имеется в виду тот факт, что наивысшее, не имеющее признаков блаженства, вообще сложно как-либо определять, в том числе и как блаженство. То есть, это своего рода сверхблаженство, превосходящее все то, что мы знаем о блаженстве. Чуть ниже Бхаскара проясняет, что первый уровень соотносится с абсолютным покоем, вишрамом, второй с движением и сверканием, пролласа, а третий с различающим концептуальным мышлением, санджи. Вообще говоря, в тантризме фактический мир, физический мир не отделен от божественной реальности непроходимыми барьерами. Более того, он вообще проявляется как часть процесса разворачивания божеством собственной сущности, а значит, разворачивание божественного блаженства. Это развертывание идет по пути наращивания материальности за счет ослабевания духовности, правритти. Поэтому, хотя по мере структурирования мироздания блаженство как бы пропитывает все его уровни, чем дальше отстоит возникающий уровень от божественного источника, тем слабее, собственно, ощущается там божественное блаженство. И все более грубые, простые формы оно принимает. Тем не менее, даже на самых низших ступеньках онтологической лестницы все-таки сохраняется дематериальность наиболее плотна. Вот это дыхание как бы божественного блаженства, оно все-таки сохраняет, подавая надежду приверженцам тантры на возвращение утраченной или позабытой блаженной полноты. Это объясняет, в частности, использование в тантрической практике веществ и процедур, вызывающих ощущение блаженства. Переживание блаженства здесь и сейчас в ходе практики является подтверждением правильности выбранного пути, цель которого обретение блаженства освобождения. С другой стороны, божественное блаженство есть своего рода архетип любого возможного вида блаженства на более низких уровнях бытия, в том числе блаженство тех индивидов, которые бессознательно стремятся к своему идеалу и никогда его не достигают, потому что они ограничены во времени пространства. Иными словами, существа испытывают блаженство, потому что оно заложено в саму природу абсолюта. В тантризме освобождение часто ассоциируется с блаженством. Тантрический мыслитель Бхаскарарая в трактате Сатубандха прямо заявляет, что мокша это высшее блаженство. Или, допустим, тантрическая школа Капалика, которая славилась своими специфическими ритуалами, тоже отождествляет освобождение с блаженством, воспринимая последнее как результат сексуального союза и форму Бхайравы. Без блаженства освобождение казалось Капаликом просто состоянием камня. Поэтому подражание Шиве, который развлекается в объятиях с жены в образе Парвати, со временем делает практикующего воистину свободным. Такое блаженство нельзя найти помимо чувственных объектов. Более абстрактную витиеватую формулировку связи блаженства и освобождения можно встретить в Пратепхиджне. В частности, Абхиновагубта в трактате с названием с таким, который вы здесь видите, говорит, «То, что называется блаженством, есть полнота просветления нашего собственного Я, которое состоит в энергии самосознания как таковой». Этот же мыслитель в своем небольшом восьмистише о непревзойденном Ануттара Аштика в четвертой шлоке сопоставляет Ананду в освобождении в Мокше и обычную материальную Ананду, замечая, что блаженство нельзя сравнить с ощущениями от богатства, вина или даже от соединения с любимой. Восход этого светоча не сравнится со светом лампы, солнца или луны. Наслаждение, которое чувствуешь при освобождении от груза накопленных различий сравнимо только с радостью от того, что сбрасываешь на землю тяжелую нож. Небольшая печатка, извините. Блаженство сатириологическое по сути дела совпадает с блаженством когнитивным, эпистемологическим, поскольку духовное знание является основным источником обретения освобождения в Тантре. Соответственно, освобожденный последователь Тантры испытывает блаженство познания, находясь в позиции абсолютного субъекта, перед безмятежным взором которого проплывает сложная игра отношений ограниченных субъектов и объектов. Подобная точка зрения выражена, например, в Шивасутрах, которые утверждают, что блаженство созерцания мира есть самадхи, где самадхи в данном случае означает не погружение индивида в какой-то глубочайший транс, а полноту осознанности Я в каждом акте познаний. Это мнение более-менее коррелирует с кашмирским понятием узнавания пратиапхиджни, хорошо забытого сокровенного начала, глубоко спрятанного в недрах индивидуального духа. Манифестация этого узнавания сопровождается экстазом блаженства. Обретение высшего знания это еще и выход в особое состояние сознания. Индийская традиция выделяет, как известно, четыре состояния сознания, но в йоге, в тантре часто добавляется еще и пятое, в Турья-тита, за пределами четвертой, состояние окончательной реализации. По мнению Джайдева Синха, в нем исчезает даже дистинкция между трансцендентным и имманентным. Для нашей темы существенно, что в Турья-тите переживается монистическая универсальная полнота блаженства. Как утверждает Тхьянабинда Упанишада, когда появляется состояние за пределами четвертого, тогда появляется и сущность вселенского блаженства, в котором преодолевается двойственность. Таким образом, примитивно, если вернуться к стереологии, блаженство, как и освобождение в целом, выступает в качестве цели. Искомое блаженство обретается раз и навсегда, а с учетом концепции освобождения при жизни, дживан-мукти, это важное обретение происходит при жизни. К этой цели ведут различные тантрические практики, которые тоже в той или иной степени связаны с тематикой блаженства. Блаженство, которое присутствует в освобожденном состоянии постоянно, временами появляется и в ходе практики, как бы давая возможность практикующему лично почувствовать специфику будущей цели. Модальный подход, несколько примеров. В ходе практической деятельности адепт старается пережить на опыте блаженства, которое становится для него залогом будущего перманентного блаженного состояния. Переживание блаженства, в свою очередь, связано с ощущением своей идентичности с универсальным началом или с космической силой. Все окружающие как бы утрачивают свою плотность и становятся исполненным блаженством. Например, частично на эту тему говорит Вижнян Абхайрова Тантра, которая призывает весь мир и собственное тело созерцать как преисполненными блаженства, благодаря чему он становится идентичным с высшим блаженством. Авторы Тантра осознают связь между элементами, которые вызывают блаженство, элементами практики и сущностью Абсолюта. Например, упомянутая мноекуларного Тантра прямо указывает, что Аннада является формой Абсолюта и находится в его теле. Вино или Мадья является ее проявлением, поэтому йогины пьют вино. Еще одно физическое обоснование вполне реальной тантрической практики. Некоторые из тантрических практик можно рассматривать иерархическим образом. Например, Абхинавагупта в Тантра Аллоке описывает 7 разновидностей Аннады в контексте представления о пране. На вдохе прана при концентрации на чистом субъекте в сердце возникает внутреннее блаженство Ниджа Аннада. При отсутствующем дыхании на задержке Шунета рождается полное тотальное блаженство, которое выглядит как неблаженство. Далее на выдохе, когда дыхание спускается с дыры Брахмы, рождается высшее блаженство, которое связанное с другим пара. Внимание направлено на внешний мир, однако объекты, приходя друг за другом, рассеиваются в опане, как бы погружаясь в божественную амброзию. Далее на стадии Саманы, характеризующейся соединением праны и опаны, бывает блаженство Брахмана. Многочисленные проявления объектов воспринимаются одновременно как единое целое и одновременно же происходит их рассеивание. На следующей ступени у Дана дыхание поднимается в Брахмарантхе, в Дере Брахме, и бывает великое блаженство Маха Ананда. Здесь процессы сознающего и осознаваемого сгорают как бы в огне уданы и нет ни выхода вовне, ни движения вовнутрь. На ступени вьяна или распределенного дыхания, скажем так, уже не ограничивающегося пределами тела возникает блаженство сознания Чит Ананда или переживание чистой вездесущей субъективности, которое является как сознающей сознавания и сознаваемое. И все это в совокупности есть ничто иное как высшее сознание. Наконец, когда все пять видов дыхания смешиваются в фокусе, где есть только одно, возникает космическое блаженство Джагад Ананда, наполняющий весь мир, не признающий никаких ограничений, потому что все воспринимается как высшее Я, вне которого ничего нет. я уже приближаю к завершению. Существенно, что блаженство, которое испытывает практикующий, воспринимается им не как некий трофей, который он добыл в борьбе с враждебными силами, а как дар от высшего божества. Отсюда благоговерное отношение тантриста к божеству, стремление отождествиться с ним в разных его формах и аспектах, а также исключительно развитый в тантре культ наставника, гуру, который только способен подключить своего ученика при инициации к ритуальной или логической практике, рано или поздно вызывающей переживание блаженства. Выводы. Практикующий последователь тантры, испытывая во время практики состояние блаженства, не впадает в зависимость от собственных привязанностей к материальным условиям. Принцип удовольствия, который требует повторения полученных субъектом наслаждения, здесь не работает. Мир в тантре не отбрасывается, поскольку тантры не аскетичны, но он и не возводится в культ. Мир, с одной стороны, остается как бы тем же, что и всегда, но с другой, он воспринимается как игра божественных энергий, которые несут блаженство высшего начала. Таким образом, блаженство переживается в том числе и за счет удаления слепой и невежественной, построенной на эгоизме привязанности к вещам этого мира, равно как привязанности к самим состояниям переживания блаженства. Объекты мира несут освобожденному радость и счастье без того, чтобы обладать ими, присваивать их, но просто как воплощение божественных сил в их вечной, таинственной и светоносной игре. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы. Ирина. Спасибо большое. Ирина. 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 Это совсем не то, что мы считаем. Точнее, не совсем то. Поскольку мы как бы делим допустим, бытие-небытие, сознание-несознание, блаженство-неблаженство. Мы работаем в оппозициях. Там нет никаких оппозиций. Поэтому те качества, они включают в себя и свои противоположности тоже. То есть там и ананда, и не ананда. Там и сознание, и несознание. То есть это нечто, превышающее обычный способ рассмотрения. Это в полном смысле трансцендентные признаки. Вот так. То есть настолько вся вне ваше блаженство, которое включает в себя неблаженство. Да. Потому что с точки зрения блаженства вообще нет ничего, что можно было бы связать с неблаженством. Как-то так. Пожалуйста. Есть ли что-то? Юничка, подожди. А, на задвое вопрос. Спасибо большое за вашу судьбу. У меня вопрос по поводу отношений между и блаженством, которое использует человек в обычной жизни, в жизни, ну, ну, там, как-то, снижая, и варьи, все разные круглые признаки. И ананда как абсолютная категория. Между ними какое взаимоотношение? Это аналогия? Это существо? Или, там, что, ну, не знаю, земное блаженство, например, является отражением, кусочком, дискоркой, такого плана? Какого рода? Связь. Между ними генетическая связь. Я уже говорил об архетипике, да, то есть даже последний пьянчугу, который там припадает к блаженству бутылки, он все равно невольно тянется к этому высшему блаженству, которое когда-то это все и произвело. Поэтому все то, что мы имеем здесь, будь ли мы там тантристы или не тантристы, все равно так или иначе мы генетически и к этому восходит. Да. Спасибо. У вас еще маленькая заметка есть еще такое понятие чематхара. Как? чематхара. А. Очень успешно для облиновывки и для павли. Отъявления, изумления, да. Да, они очень близко где-то. Да, конечно, здесь, если раскапывать эти категории, можно прийти к различным другим, действительно так. Юля. Это не совсем корректный вопрос, наверное. Выше нет и в то же имя ниже нет. Ну, это просто часть единого целого, божественного начала, который соткан с блаженством, можно сказать. Всеобъемлющий. Всеобъемлющий, да. Так, Люба, пожалуйста. Интересный вопрос. Мне такой вопрос, в контексте аккорических, экрополических практик, да, в плане своих мужчин и женщин пророждает блаженство, а вот не как бы идет освобождение через блаженство. А вот, например, аккорические практики, как бы, практики, связанные с мужчином в плоте, ну, в общем, так сказать, состраданием. они тоже будут освобождение. То есть, они получаются будут освобождение в обход блаженства. Или как бы блаженство, такая вся немощная категория, которая, вот этот вот опыт страдания, то же, выживание больного, например, или потому что это приятное, не знаю, потому что обычные люди отмечают. Я понимаю, да. А здесь, на самом деле, чуть-чуть другой момент. Конечно же, когда я сказал, что тантра не аскетична, я имел в виду ее доминанта в этом отношении. На самом деле, это же очень масштабное явление, очень крупный феномен, который, в том числе, различные аскетические тенденции в себя включал. И поэтому разного рода странные там практики, связанные с самоистязанием, которые объясняются, безусловно, вот так, как вы говорите, тоже имеют место. В таких случаях блаженство не выходит на передний план. Оно как-то подразумевается, но не так сильно, как, допустим, в других практиках мы в том же копали. Поэтому здесь я могу сказать, что это как бы в обход темы блаженства идет. Видимо, так. Так, ну, последний вопрос, если у кого-то есть, и мы тогда вот так. Хорошо, давайте, опять вы. Вы говорите о том, что человек, тантрик, не сосредоточивается на своем личном удовольствии, в сексуальной практике, или в теме, алкоголь, наркотическое вещество. Но, насколько в том, ли проработан этот вопрос, сосредоточимый я на личном удовольствии, как опасности не выйти за рамки вот этого своего удовольствия ради достижения сущего блаженства. То есть, что такое вот человек, который преподает в бутылке, он приобщается к сущему блаженству. Это для него больше помощь в его духовном грубости на класснотах. Или это некое препятствие, есть опасность зациклиться на этом. Насколько вот тантрик, асоциативно на опасность? Вы задаете прекрасные вопросы. Один тоньше другого. Я поясню. Есть два начала, связанных с я, так сказать. Есть индивидуальное личное я, которое распределено между разными, собственно, между всеми живыми существами. Мы все в этом смысле маленькие индивидуальные я, мы все эгоисты. И, безусловно, мы тянемся к удовольствиям. Это главный стимул нашей жизни. Но именно потому, что мы тянемся к этому, мы привязаны к этому, здесь очень важный момент привязанности, мы, естественно, никогда не достигаем абсолюта, потому что для нас весь абсолют в кавычках сосредоточен вот в этой бутылке. Но в тантризме они идут по-другому. То есть я не отбрасывается, оно трансформируется. Оно трансформируется через отказ от привязанности к мелкому я. То есть сквозь это, это, может, такое туннельное зрение посмотреть. То есть мелкое я, видно какое-то большое я. Как в тантрических ритуалах, допустим, вот все эти, допустим, вот эти панчи макара, это питье вина, мясо и так далее. Это же они не себя услаждают лично, они услаждают богиню внутри себя, которая поднимается как бы изнутри кончику языка и все это вкушает. То есть все равно сквозь личность просматривается какая-то сверх личность, сверх я. Вот именно к этому они стремятся. Коллеги, спасибо вам за ваши вопросы, за ваше внимание. Я снова беру на себя миссию модератора и приглашаю выступить выдающегося отечественного, легендарного отечественного санскритолога, эндолога, который волей судеб сейчас является независимым исследователем, живущим в нашей области, Олега Николаевича Ерченкова, который так, как всегда очень будет любопытный доклад у него, который мы сейчас и расскажем. Спасибо.